Всем привет, меня зовут Камила и я рада вас приветствовать на канале Кукинг Байками. Сегодня я к вам с необычным тортиком, а точнее начинкой. Хотя как сказать необычным, потому что все кондитеры уже давно знают эту начинку, она для них уже стала достаточно обычной, но люди все-таки чаще округляют глаза, когда слышат о ней. А все потому, что в составе есть базилик. Это торт базилик, клубника, малина. По классике обычно делают базилик и клубника, но на мой взгляд в клубнике нет той кислинки, которая есть в маме, поэтому клубничная начинка не так насыщенно чувствуется в составе торта, поэтому я решила добавить клубники, еще и малину. От того, что в составе базилик, не пугайтесь, мы только будем его ароматизировать, не более. Нам нужен легкий вкус базилика, точнее даже его аромат, который очень классно сочетается с ягодами. Итак, приступим. В составе у нас будет лаймовый бисквит, базиликовый ганаш и клубнично-малиновый конфитюр. Лаймовые бисквиты я уже заранее приготовила, я их уже делала в видеорецепте цитрусового торта. Ссылку я обязательно оставлю. А так как бисквит у нас уже есть, приступим к базиликовому ганашу. Естественно, для ганаша нам в первую очередь понадобятся сливки. У меня сегодня вот такие новые, можно сказать, сливки, точнее фирма старая, а процент новый, 38%. Будем сегодня тестить вместе с вами. Как вы знаете, чем жирнее сливки, тем стабильнее, естественно, крем. Для базиликового ганаша нам понадобится две части слива. Одна часть слива пойдет на ароматизацию базилика, вторая часть уже финальный крем-ганаш. Для ароматизации нам понадобится 180 грамм сливок. Мы их выливаем в сотейник. Теперь добавляем 5-6 листиков базилика. Немножко их руками покромсав. Можно это даже сделать ножницами. Будет так даже лучше. Теперь нам нужно довести нашу массу до закипания, чтобы базилик пустил свой аромат в сливки. Вообще существует два вида ароматизации. Первый способ это холодный, когда в холодные сливки добавляются пряные травы, семена ванили. И вся эта масса накрывается и отправляется в холодильник на суд. Второй вариант это как вот мы сейчас делаем. Потом дать настояться 15 минут и использовать. Вообще профессиональные кондитеры предпочитают использовать первый вариант. Но из-за того, что он слишком долгий, не каждый успевает пользоваться таким способом. И поэтому чаще используется именно горячий способ. На самом деле очень многие ароматизаторы очень сильно теряют при термообработке. Поэтому лучше всего дать настояться и тогда вкус раскроется намного лучше. Ну что же, оставляем сливки с базиликом 15 минут настаиваться. А пока они настаиваются, мы приготовим клубнично-малиновую начинку. Вот. Для этого нам понадобится сотейник. У нас 150 грамм клубники замороженной и 150 грамм малины замороженной. Также нам понадобится сахар и кукурузный крахмал. Сахара на самом деле добавляйте по желанию. Я люблю, чтобы начинка все-таки больше кисло ощущалась. Некоторые не любят кислинку в начинке и любят, чтобы было послаще. Я, например, к 300 грамм ягод добавлю около 70 или 80 грамм сахара. Ну и еще в конце, конечно, пробую, чтобы понять талий, сладость, которая мне нужна. Также добавляем 15 грамм кукурузного крахмала и все перемешиваем. Варим до загустения и затем пробиваем блендером. Переливаем готовую начинку в другую посудину, чтобы быстрее остыла и накрываем пленкой контакт. Наши сливки настоялись 15 минут. Теперь мне нужно блендером пробить весь базилик. Теперь эту массу вливаем на 240 грамм белого шоколада, предварительно процедив от лишних листочков. Перемешиваем. Пробиваем массу блендером. Теперь добавляем вторую часть сливок, холодных, и все перемешиваем. И также переливаем готовый ганаш в плоскую, ну, более плоскую посудину. Накрываем пищевой пленкой контакт и отправляем для стабилизации на несколько часов. В идеале, конечно, на сутки. И потом уже будем крем взбивать в пышную массу. Итак, для сборки торта у нас все готово. Наш ганаш уже постоял, стабилизировался сутки. Начинка у нас тоже уже остыла и стала еще гуще. Бисквиты готовы. Теперь единственное, мне осталось взбить ганаш, и мы можем приступать уже к самой сборке торта. А для этого я перекладываю ганаш в чашу миксера и буду взбивать в пышный крем. Посмотрите, какая прелесть получилась. Вот такой нежный, нежно-салатового цвета крем. Вот такая прелесть. Теперь мне нужно будет порезать наши коржи пополам и собрать тортик. Итак, начинаем сборку торта. Я взяла кольцо, в котором буду собирать. Выкладываю ацетатную пленку и кладу первый корж. Обязательно пропитка. У меня это просто обычная сладкая ванильная водичка. Теперь я выкладываю базиликовый ганаш. Сначала по краю, чтобы образовался бортик. Затем делаю линию посередине, круг. Наверное, вам не видно, но вот примерно вот так. Хочется вот эти в пустоты вложить уже малиново-клубничную начинку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наш торт готов. Я его покрыла пищевой пленкой сверху, потому что еще положу сюда груз. Как я уже говорила, тортики нужно ставить под гнет, чтобы все слои склеились, чтобы не осталось воздуха. И чтобы потом, когда вы будете финально покрывать уже кремом, ничто у вас нигде не деформировалось, не треснуло и не поехало. Поэтому оставляем на пропитку на несколько часов, либо на ночь. Я оставлю на ночь. Ну что же, наш торт уже готов. Точнее, он пропитался, постоял сутки. И теперь я буду его покрывать финишным кремом. В качестве финишного крема я, конечно же, буду использовать свой любимый крем ганаш на основе белого шоколада с добавлением сливочного масла. Этот рецепт я неоднократно использовала. Вы можете найти в видеорецептах, которые были сняты ранее. Плюс я еще отмечу эти видео, чтобы вы смогли его найти. А теперь мне нужно снять пленку, извлечь тортик из формы, снимаем кольцо, также снимаем ацетатную пленку и начинаем обмазывать тортик. Продолжение следует... Продолжение следует...